ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Это Гаджет! Всем привет! Внутренний голос и подборка самых актуальных девайсов этого месяца. Как вы думаете, что лучше, когда вещь made in China или Russia? Если учесть, что продукции, выпускаемые сейчас китайцами, ну просто завались. Причем не только техники и одежды. Вы вон, на Олимпиаду поглядите, все, кто made in China, сейчас победителя ходят. Но, похоже, и у сделанных в России появился шанс. Я сейчас говорю не про олимпийскую сборную. Внутренний голос. Ты понял, о чем я? Да. Давай, рассказывай. Irbis Mobile T21EE. Это не мобильный снежный барс, а ноутбук-трансформер. То есть внешне это обычный портативный компьютер. Сверху отделан белым пластиком, снизу черным. В наличии DVD-привод, 3 USB-разъема, встроенная звуковуха, слот для карт MMC и SD, а также 84-кнопочная клавиатура и немного неудобный тачпад с двумя клавишами. Чуть выше 12-дюймового экрана притаилась камера на 1,3 Мп. С левой стороны находится дактилоскопический сканер и пара функциональных кнопок для вызова меню и поворота рабочего стола. А снизу размещаются два динамика. На первый взгляд обычный ноут. Но стоит повернуть экран на 180 градусов и положить его на клавиатуру, и перед нами таблетка. Мобильный компьютер с сенсорным дисплеем. В комплекте идет немного громоздкий, но удобный стилус. Что касается начинки аппарата, то она вполне соответствует современным требованиям к мультимедийному ноуту. Двухъядерный процессор Intel Core 2 Duo T800 с тактовой частотой 2,1 ГГц, 2 Гп памяти DDR2, SATA Hard на 250 ГБ, Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth 2.0 и модем на 56 кбит. К ноуту спокойно подключаются наушники, микрофон и даже внешний монитор с помощью аналогового выхода. Индекс производительности Vista, установленный на ноутбуке, показывает 3,5 балла. Неплохо. Компьютер шустро воспроизводит видео. Максимальное разрешение экрана 1280 на 800. Отлично проигрывает музыку. И даже некоторые 3D-игры тянет с приличным FPS. Но поиграть в Crysis не получится. Все же интегрированная графическая система на базе Intel X3100 для этого не очень подходит. Зато стандартные приложения, сеть и электронная почта вполне доступны. Время работы от аккумулятора невелико, около 2,5 часов. Но для поездки в метро будет достаточно. Из недостатков можно отметить не слишком чувствительный сенсорный дисплей и сильную зауженность некоторых клавиш. Из достоинств – отличный, не бликующий на солнце экран. Обилие разъемов подключения, комплектацию, в которую входят драйверы как для Vista, так и для XP. Ну и, конечно, очень радует тот факт, что ноутбук отечественного производства. Что при умеренной на устройство такого класса цене делает его привлекательным для использования в качестве рабочего компьютера. Немного магии и колдовства, и русские технарии сделают отечественный айфон. Да-да, я в этом уверен. Но только называться он будет как-нибудь, не знаю, Умка. А если на Кавказе сделают его подобие, то его назовут УАЙФОН, и у него будет доступ к УАЙФАЙ. Гаджет, кончай прототипы из своего больного воображения создавать. У нас обзор твоего любимого HTC. Чё, правда? А-а-а, хит сезона. Новый коммуникатор HTC Touch Diamond. Бриллиантовый мой. Айфон на фоне даймонд смотрится как маргинальная дешевка для малолеток. Главная фишка этого цифрового бриллианта... Да, много у даймонда фишек. Тысячи их. Сами судите. Оригинальный интерфейс с трехмерными спецэффектами и обратной связью. Управление жестами. Эффектный дизайн. Процессор Qualcomm MSM7201A с тактовой частотой 528 МГц. 4 Гига памяти. Встроенный GPS-приемник. Беспроводные адаптеры всяких видов. Хорошая камера и так далее, и тому подобное. Внешне коммуникатор исключительно эффектен. Очень стильная штука. Он продается в не менее стильной упаковке. Этакая пирамидка. Корпус сделан под кристалл. Бриллиант как-никак. Задняя панель как бы ломаная. Лицевая панель плоская, экран без бортиков. Картинка просто изумительная. Сенсорная поверхность над экраном рассчитана на управление пальцами. Перо доставать не обязательно. Хотя оно есть. Под экраном расположены кнопки приема звонка, отбоя, контекстные клавиши. При этом нижняя панелька тоже небольшой тачпад. Движениями пальцев можно управлять софтом. Например, регулировать громкость звука в плеере. В аппарате есть даже мультитач, как в iPhone. Правда, пока чисто технически, Windows Mobile еще не умеет нормально работать с мультитачем. Но софт, который решает эту проблему, уже появляется. Пока же для управления в основном используются жесты. Движение пальцев по экрану. Например, обведя пальцем по часовой стрелке мелкую деталь на цифровой фотке, можно увеличить масштаб картинки. Нарисовали круг против часовой стрелки, уменьшили и так далее. Плюс масса всяких приятных мелочей. Например, если просто взять и вынуть стилус, то машинка автоматически включится, избавляя своего владельца от необходимости жать на кнопку питания. Причем кончик пера подмагничен, так что оно как бы прилипает к гнезду. Есть датчик положения в пространстве. Ага, как в iPhone. В основном он используется для переключения ориентации картинки на экране. В комплект, кстати, входит классная игрушка, которая отлично демонстрирует новые фишки Даймонда. Нужно прокатить виртуальный шарик, преодолев препятствия и загнав его в зеленую лузу. При этом шарик управляется не кнопками. Нет, он натурально катается по игровому полю, стукаясь о бортики. При столкновениях телефон мягко вздрагивает. Прибавьте сюда GPS, музыку, видео, мобильный интернет на высоких скоростях и многое другое. Отличный аппарат. Да, довольно дорогой, около 27 тысяч, но он того стоит. Слушай, внутренний голос. Что? А сколько этот HTC стоит? 27 тысяч. Это разве дорого? Хотите посмотреть, куда можно вбухать гораздо больше? Внутренний голос. Удиви их! Мобиадо. Уважаемые знатоки, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Что в черном ящике? Хе-хе, ладно, не мучайтесь. Это Мобиадо Профессионал 105 ЗАВ. Самый тонкий мобильный телефон лакшери-класса. Этот аппарат сразу сообщит окружающим людям, что его владелец – серьезный деловой человек. Модель предназначена исключительно для людей, которым удобство и простота использования гораздо важнее всяческих технологических изысков. Стоимость аппарата – 108 тысяч рублей. Эта цена в первую очередь указывает на качество материалов и сборки телефона. Корпус выполнен из сапфира. Боковые стенки – из анодированного алюминия, используемого в самолетостроении. А клавиши и винты – из нержавеющей стали. И сам корпус, и клавиши выточены вручную на высокоточных станках. Толщина телефона чуть более 10 миллиметров. Кнопки маленькие, круглые, но нажимать их удивительно удобно. Да и промахнуться при нажатии невозможно, даже в темноте, так как они неплохо подсвечиваются. Жаль, только русские буквы не указаны. По функциональности аппарат полностью совпадает с телефоном Nokia 6500, поскольку вся технологическая начинка целиком на совести финских инженеров. Соответственно, мобильник работает в сетях GSM CDMA, и использовать его вы можете как в Европе, так и в Америке, и даже в Японии. Из других технических характеристик хочется отметить гиг встроенной памяти и двухмегапиксельную камеру. Дисплей небольшой, 240 на 320 точек, но благодаря специальному защитному покрытию не бликует, хотя пачкается довольно быстро. Поэтому в комплекте идет специальная замшевая салфетка. Софт аппарата – оптимальный набор делового человека. Ежедневник, часы, показывающие время во всем мире, интернет-браузер Opera и сетевой органайзер Yahoo! Go. В наличии также медиаплеер и несколько занятных игр. А с компьютером телефон соединяется через микро-USB-порт. В общем, Мобиаду – телефон для тех, кто заботится о своем имидже. Это функциональный статусный аппарат настоящего делового человека. Этим бы телефоном до гвозди забивать! С вами был Инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки! Пока-пока! Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok